Всем добрый день! Мы на площадке TLDKON 2024 в Минске и мы проводим небольшую серию интервью, коротких блиц-интервью с нашими дорогими участниками и спикерами. Сегодня у нас в гостях в нашей телепередаче Евгений Морозов из МСК АИКС. Евгений, здравствуйте, спасибо большое, что согласились на этот диалог. Хотела бы в первую очередь поздравить с недавним событием, относительно недавним. МСК АИК стала первой в стране точкой обмена трафиком, которая запустила клиентский порт на 400 гигабайт. Прошу прощения. Поздравляю, во-первых. Во-вторых, какие-то новые перспективы с этим открылись? Может быть есть планы на расширение? Нам нужно больше таких портов? Да, безусловно. Мы стараемся расти, развивать свои компетенции в области точкой обмена трафиком и современных сетевых технологий. То, что действительно нам удалось первым реализовать эту технологию для клиентов на своей сети, звучит, на мой взгляд, достаточно круто. И действительно это оценило сетевое сообщество. Эта новость разошлась по всем, скажем так, телеграм-каналам и прочим СМИ. Действительно это открывает новые возможности для того, чтобы трафик расходился между операторами и клиентами без границ, без ограничений. Все больше наших клиентов переходит на порты 100 гигабит или 400 гигабит. При этом они могут иметь неполную загрузку, но это позволяет им быть готовым к любым всплескообразным скачкам трафика, который происходит достаточно часто, либо в моменты каких-то массовых событий, таких как Олимпиада, Новый год или выходит какой-то новый сериал и большое количество пользователей хочет получить этот контент ровно в один момент времени. В этот момент нагрузка возрастает и не все стыки операторов выдерживают такую нагрузку. Поэтому, да, действительно это какое-то новое слово, скажем так, в технологиях, новые скорости и общий трафик на сети MSKX растет. На данный момент он уже вплотную подошел к отметке 6 терабит. Продолжаем двигаться в том же направлении и надеемся, что этот интерфейс будет обрастать новыми включениями новыми клиентами. Здорово, да. Желаю, чтобы так все и случилось как можно скорее. Расскажите, пожалуйста, в целом, вот уже упоминали про нагрузку, как сейчас поживают точки обмена трафиком, в частности MSKX и какие-то тренды общие, как справляются наши? Да, в последнее время происходят небольшие изменения с точки зрения наполнения нашей точки обмена новыми участниками, происходит перераспределение объемов. Мы видим определенное снижение объемов трафика на зарубежных контент-провайдерах и достаточно значительный рост объемов трафика на российских контент-провайдерах. Растет трафик у Яндекса, у ВК-видео, значительно вырос трафик у российских онлайн-кинотеатров, таких как Иви, Ока. Боюсь не всех перечислить, но это заметный тренд. Он произошел этим летом и продолжается. В этом плане мы, ну, наверное, рады и поддерживаем российских производителей контента. Он интересен многим и это касается не только самой территории России, но и всего русскоязычного, скажем так, населения. Вот на сегодняшний день мы находимся в Беларуси и я думаю, что российский контент здесь пользуется также большой популярностью. Да, да, спасибо большое, очень интересно, правда, да. В плане, кстати говоря, Минска и мероприятия в целом, как вам впечатление, как вам все прошло? Мы очень любим ТЛДКОН. Мы практически каждый год выступаем спонсором данного мероприятия и являемся спонсором мероприятия в 2024 году, сейчас в Минске. Хотел бы отметить очень высокий уровень организации данного мероприятия. Очень интересная программа, насыщенная, много интересных спикеров, достаточное количество представителей из других стран. Приехали коллеги из Казахстана, Узбекистана, безусловно, из Белоруссии, из Армении. Получилось достаточно насыщенное комьюнити. Все обмениваются опытом, все очень приветливые, дружелюбные, открытые. И это прекрасная площадка для нетворкинга, для обмена знаниями и для того, чтобы, наверное, ловить какие-то инсайты, какие-то новые открытия, новые идеи, они где-то происходят на стыке в момент вот такого брейнсторминга, обмена мнениями, когда все в отличном настроении. Мне кажется, это тот момент, когда должно прийти какое-то озарение и, наверное, совершаются какие-то новые открытия, зарождаются новые проекты, идеи. Вот ради этого, наверное, мы все сюда приезжаем. Это правда. И оно того стоит. Да, мы очень рады, что вам понравилась организация. Спасибо большое МСКИ за поддержку. Здорово, что вы согласились на такое небольшое интервью. Еще раз вам большое спасибо. И у нас еще небольшое продолжение мероприятия. Так что пойдемте с вами на секции. Обязательно будем участвовать. Спасибо.